здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале сегодня на рынке я заметила вот такую классно одетую девушку она оказалась продавцом возможно владелицей тех вещей которые она продает я кстати неоднократно замечала и вам рассказывала что очень часто продавцы на рынке действительно одеты здорово и можно взять за образец то как они одеваются сегодня будет очень много вещей которые я называю инстаграмными вещами они стоят недорого и они очень классно выглядят прежде всего на фотографиях очень часто это вещи которые не переживут более двух стирок но с другой стороны это вещи которые действительно приобретаются на один сезон стоит недорого но выглядят очень модно очень актуально мне кстати очень нравится отношение самих итальянок к таким вещам да итальянцев тоже очень часто продавцы мужчины действительно ожидать от вещи за 9 15 25 евро чего-то в плане носки долговечности не стоит но это вещи которые ты покупаешь за небольшие деньги в которых действительно ты выглядишь очень классно сегодня мне например этот свитер очень понравился он на ощупь не очень приятный но его можно надеть допустим на нижнее натуральное белье шерсти но а выглядит он будет очень здорово эта вариация на тему crop top of и также crop свитеров очень красиво будет смотреться с брюками с высокой талии очень красиво будет смотреться с джинсами палацу на рынке большое количество трикотажных платьев они сейчас в моде они сейчас тренде и можно за небольшие деньги в любом случае по цене гораздо ниже чем в магазине на такой же ассортимент купить неплохие варианты мне понравились вот эти платья и в них нет ни одного процента натурального волокна но они выполнены из очень плотной ткани такая ткань приятно к телу в такой ткани максимально можно не замерзнуть насколько вообще можно не замерзнуть но опять же если говорить о ценовом сегменте претензий быть не может кстати сегодня я нашла вещи которые как в прошлом году стоили 990 это какие-то свитеры и блузы и даже рубашки и брюки так и в этом сезоне после всеобщего повышения цен не подорожали и кстати я сегодня увидела также цветы обычно за 10 роз ты платишь на рынке от 8 до 10 евро сегодня я встретила букет из 10 роз которые очень часто покупают итальянские домохозяйки чтобы украсить свой дом всего за 8 евро недавно я примеряла розовый комплект брюки также были выполнены из вельвета и подобный костюм я нашла также на рынке стоит он действительно гораздо дешевле если говорить о вельвете то такой же состав то есть это не хлопок стопроцентный как часто бывает допустим у макс мары это стопроцентный полиэстер и это опять тот случай когда действительно на рынке можно найти вещи которые будут стоить гораздо дешевле при этом будут идентичными по составу очень часто также по этикетке кстати на рынке снимать становится все сложнее и сложнее действительно многие вещи меня просят не показывать но из того что сегодня удалось заснять мне например очень понравился люрекс я люрекс полюбила здесь в италии много раз обращала ваше внимание на подобные вещи могу сказать что это вещи которые смотрятся дорого удивительно но факт не зря итальянки любят вещи с люрексом это не только трикотажные изделия на верхнюю часть аутфита но очень часто это также брюки и действительно трикотажные брюки с люрексом смотрится очень по стрицстайлерски сегодня кстати я встретила подобные я уже рассказывал что весь ассортимент на рынке можно разделить на три категории это остатки сладкий очень часто это так называемый масс-маркет который продают за 3 5 евро и для того чтобы найти нужную вещь придется прямо-таки покопаться в развалах другая категория товаров это так называемый китай либо киталия как написали мне мои зрители очень часто это вещи которые похожи на вещи с алиэкспресса но которые прямо-таки в последний момент доделываются например пришиваются пуговицы либо пришивается этикетка непосредственно здесь в италии тогда можно написано made in italy но по сути это конечно же китай и другой ассортимент это тот который я сейчас вам показывает ассортимент из магазинов которые по тем или иным причинам решают избавиться от этого ассортимента очень часто это закрытие магазина и чаще всего именно так но также это может быть например новый владелец который решает полностью обновить ассортимент и соответственно сохраняет клиентскую базу он сохраняет интерьер магазина закупает и выкупает соответственно таким образом бизнес но полностью избавляется от коллекции и такие вещи скупают скупщики и часто продают их именно на рынке эти вещи действительно стоили в разы дороже непосредственно в магазине очень часто это вещи из текущих коллекций поэтому их нельзя снимать и часто это вещи действительно прекрасного качества и прекрасных составов вот эти прекрасные брюки из люрекса как правило они выполнены на резинке я показывала подобные брюки в магазинов посмотрите за 30 евро можно купить а стоя стоили они больше ста евро эти брюки я вижу кстати как трикотажную базу со своим новым пальтом белого цвета это тэдди и на самом деле прекрасное сочетание цветов можно получить но самое главное в солнечные дни именно люрекс на брюках очень красиво переливается потому что трикотаж который мы надеваем верхнюю часть аутфита его не видно незаметно а вот брюки всегда видны из-под пальто из-под пуховика итальянки очень любят подобные брюки сегодня я также встретила вот такой красивый вариант из бархата и тоже обращала ваше внимание на стрит стали что брюки из бархата очень красиво струятся под солнцем ткань играет действительно здорово и эти брюки посмотрите прекрасно сделаны стоили скорее всего тоже в районе 100 евро потому что та же самая фирма как и у зеленых брюк но сейчас их можно купить за 30 евро кстати появились неплохие пуховики и если вам удастся попасть на лоток где продаются по тем или иным причинам остатки из того или иного магазина вы действительно можете купить за небольшие деньги очень классные пуховики также очень много шоп ретро шоп я уже об этом рассказывала в италии подобные изделия любят и например вот эта вещь стоила на мой взгляд 1500 евро я постоянно забывала цену в девушку думал что я пыталась сбить цену но на самом деле я просто не могла удержать ее в памяти в итоге мне доверительным голосом сказали как это часто бывает на итальянских рынках что при расчете наличными цена может уменьшиться действительно примерно на 20 процентов кто живет в италии понимает почему именно на 2 но не пиачи куэстаку аграции ну что ж другой производитель другой точнее продавец и здесь традиционно я снимаю трикотаж который мне нравится вот появились пуховики за 59 евро можно купить пуховики они самые разные но как я думаю очевидно для многих в италии все-таки в этом сезоне предпочитают яркий цвет я не встретила сегодня ни одного черного пуховика больше всего мне понравился вот этот жилет он достаточно длинные плотные за 59 евро прослужит прекрасным еще одним дополнительным слоем под допустим классическое пальто либо под пуховик другого контрастного цвета завершение этого видео хочу еще рассказать что если вдруг вы окажетесь на итальянском рынке в холодный период на итальянском рынке действительно можно купить хорошее качественное теплое нижнее белье это прежде всего различные майки из плотного так называемого зимнего хлопка и конечно же футболки с коротким либо с длинным рукавом есть как женские так и мужские варианты я ими всегда кстати пользуюсь ну что ж мои прекрасные зрители на сегодня это все я с вами прощаюсь увидеть очень скоро это была яна скворцова всем пока пока